всем привет мы решили сделать это видео чтобы ответить на частые вопросы куда и как зачем вы собрались кто вас там ждет что вы там будете делать и так далее все стандартно ну вот пробыв немного времени в польше мы для себя увидели следующее здесь живут люди которые на полном основании считают себя гражданами они уверены что государству они нужны и государство нужно им тут никого не стригут как паршивых овец с момента рождения до момента смерти здесь не называют президента пляшевым гандоном а правительство уважает и никому не придет в голову называть их тупорылыми клоунами почему так может быть потому что правительство заботится о людях и соблюдает до запятой все законы или потому что она не лепит наркотическом бреду коррупционную голематью направленную на исключительно на свои нужды пока не знаем здесь уважают человеческие ценности люди питаются качественными продуктами и заботятся друг о друге у них нет поводов вмещать зло на соседи в своей стране и на соседях в соседских странах здесь нет тварей которые наплевав на все нормы рассудка на ходу переписывают законы и в своей жадности и трусости передвигают даты праздников почему уехали знаете ну надоел чувствовать себя круговой овцой который всем все должна а в ответ получать ноль целых и хуй десятых это в лучшем случае при этом это овца должна бояться всяких перделок свистелок и прочей мути которую выпустил в законах из себя правящий табун при этом ничего плохого не замечать продолжать гордиться россии ну и всякие причиндалы советского жителя а хозяин всего этого блядства ловко с погремухой плешивый известный всем сказочник и виртуоз невыполняемых обещаний он любит по своим гопническим юношеским привычкам отжимать чужое и раздавать все своим жополизм он зарастил и воспитал целую плеяду жутких тварей которые мутят беспредел по всей стране они борются за огромные деньги с телеграмом они топят все в мазуте вырубают и жгут тайгу на байкале осваивают деньги народа на стратегические стройки которые потом нахер никому не нужны вспомните газопровод ну опять же космос космос у них заканчивается на слове батут и предложением расписать ракеты хохломой там ну нет ни судебной системы ни здравоохранения ни социального обеспечения и всего того что составляет элементарную защиту и справедливую помощь населению прожив там большую часть своей жизни и анализируя все это бляство мы поняли что лучше не будет от слова совсем одна тварь будет сменять другую нормальные люди будут валить все в большем и большем количестве ну или задыхаться от осознания собственной беспомощности поэтому у россии два пути развития первый это все будет продолжаться до 2036 года и старый урод назначит новый срок наступления рая на территории с особой судьбой останутся только любители скреп и сосуль и величие россии никто не заметит когда росстат бодро доложит об увеличении численности тоже россиян правда русский язык они будут знать слабоватенько и в каждом дворе появится по домашней мечети а также крестики перебьют на полумесяца и нолики а про бесплатную медицину образование и прочее уже никто и не будет вспоминать ну и второй найдется какой-нибудь лидерок который повелит наплевать на карательные войска росгвардии и повезет нищую голодную толпу на кремль а дальше что не знаю я не поклонник че гевары и не вижу себя ни в одном из этих сценариев и ну как бы не собираюсь лезть в мясорубку в поисках правды и общего счастья мне это не надо ну я человек воспитанный в совке бывший офицер и присягал советскому союзу меня учили гордиться своей страной чтить законы и правительство а в случае угрозы защищать страну и тут у меня с модной словечкой когнитивный диссонанс нахера я буду защищать имущество купленное этими упырями на мои деньги зачем я буду защищать тех кто у меня воровал издавал свои коррупционные законы направленные против меня и моего благосостояния и тут гордиться а угроза пока я вижу только то что угроза исходит от путина его воровской шоблы это не наша страна она давно уже не наша все годы что мы прожили мы только и делали что отдавали крепились понимали терпели и ждали поиски потуже да поиски потуже да все прекрасно видят и это все понимают теперь давайте почему сюда почему польша но причин много славянский менталитет славянский язык что-то приоритеты семьи семейных ценностей у людей доброжелательности гостеприимность вот ну опять же качественный продукт питания нет роста цен на продукты услуги ну и прочих бытовые да на социальная защита населения экология да это очень важные тут вот первые дни меня тут реально прямо врубало такой был только на даче где не катается много машины полно зелени не привык к большому содержанию кислорода дышится очень легко несмотря на то что варшава это крупный город катаясь тут на великах мы обратили внимание на то что даже около не с оживленным движением тут нет даже близко то есть газонности что была на мелкой улице в москве где мы жили но еще можно сказать то что тут нормальные цены на жилье адекватные адекватные человечная банковская политика сравнить все ради интереса ставку по ипотеке в польше и россии здесь максимум три с половиной процента в россии минимум 12 это вот даже без учета того что в россии ипотека идет на обретение квартир во всратых многоэтажках в картонных построенных не пойми из чего не пойми кем и как правило на бывших свалках а в польше это нормальные малоэтажные строительства по европейским требованиям из нормальных материалов и в нормальной экологической среде вот что еще тут адекватные налоги для бизнеса и самое главное знание того что эти налоги идут на социальной цели и не будут спизжены ублюдками еще до того как я их заплатил да приличный рост экономики польши вместо того чтобы профукать и дотационные европейские деньги как например то сделала греция другие страны там болгария еще кто-то польша пустила их в развитие собственное и на этом она поднималась уже давно мы тут были 9 лет назад уже тогда чувствовался огромный разрыв между благосостоянием россии и польши еще тогда кто меня знает лично не дадут соврать мне дико польша понравилась и вот сейчас мы видим уже находясь тут что этот разрыв только увеличивается сейчас польша имеет очень хороший рост ввп несмотря на на вирус да и вам есть прогнозы то что она со временем потеснит германию с доминантов ну и это не все неплохим додатком свободное перемещение по куче стран и мест я ведь обещал тревел контент да личный рост в изучение языков специальности и знакомства с новыми людьми и культурами ну в общем не будем долго мучить этот список можно накидывать очень так бесконечно главное что мы выбрались из затхлой атмосферы путин лэнда потому что ребятки самые опасные заболевания это ленивый мозг для того чтобы избежать этого требуется двигаться изучать сравнивать анализировать не нужно хавать то что дают пропагандоны минусы ну что там ну мы до отъезда пересмотрели весь интернет с целью получить знания о новой стране спасибо за это коронавирусом по максимуму блогерами упоминается наличие бюрократии долгая обработка документов ужондами ну может быть может быть мы с этим еще не сталкивались но опять же столкнемся обязательно расскажем вот какие еще да я так думаю что чисто субъективные тех авторов мнение которых мы изучали но опять же они не кажутся нам значительными мы их как бы вообще не ощутили и пока ими можно пренебречь кто нас там ждет кому там нужны фразочки из мыльной не особо умной серии хорошо там где нас нет про 90 я молчу мы устали копаться в себе еще в двухтысячных утратили веру еще раньше 2020 мы поняли что тупо не протянем еще каких-нибудь 16 лет что мы там забыли а ничего не случилось чтобы могли что-то забыть нам не нужен чужой огород где морковка слаще мы не испытываем зависти не меряем все кэшем это определенные нормы жизни современного цивилизованного человека возможно они у каждого свои да да все верно что мы тут будем делать ну что мы будем тут жить то есть не проживать как это было в путин лэнде а жить будем подкидывать мозгу дровишки учить языки новые специальности изучим европейский бух учет я кинопроизводство а после окончания создадим свою фирму по ведению бух учета ну и я так думаю бюро переводов ибо у нас огромный опыт ведения всего этого ну и плюс еще самостоятельной работы вот параллельно будем колесить по интересным местам прекрасной польши и знакомить вас с ними но и тут поездками по польше мы не будем ограничиваться рано или поздно ситуации с этим мерзким коронавирусом нормализуется будем брать карту бросать туда кубик и ехать куда он ляжет ну чё по этому вопросу мы вроде перед вами отчитались в следующем видео мы расскажем о вещах первой необходимости которые нужно сделать по приезду сюда карта песель телефон ну за сим пока все следите за обновлениями на телеграм-канале смотрите фотки в инстаграм как говорится витам сердечно пока